Привет, господа, а возможно и дамы. Вы на канале Все в эндуро и мы начинаем! Вставай, ты рано лег! Поехали уже на гонку! Раньше благородные мужчины выясняли отношения в поединках. И мы подумали, а почему бы нам не сделать эндуро-поединок? Условия эндуро-поединка очень простые. Всего два участника на треке, которые выяснят между собой отношения. Кто из них круче, кто сильнее, у кого лучше мотик, кто мощнее ездит. Ну что, ребята, вы на канале Все в эндуро, мы начинаем! Сумасшедший какой-то! Сумасшедший! Привет всем! Меня зовут Алексей. Я же на мотоцикле всего два года. Это мой второй мотоцикл КТМ. От эндуро-поединка я ожидаю победы. Только лишь победы. Я так думаю, потому что у меня получится. Опыт участия в гонках у меня небольшой пока. Всего три гонки я заявлялся. В одной из них победил. Как ты считаешь, у кого есть шансы победить сегодня в эндуро-поединке? Нет, ни у кого шансы. Всем привет! Меня зовут Илья. Это мой второй мотоцикл. В эндуро я ездил первый сезон. Пришел с кросса попробовать себя. Ожидаю приятных ощущений. Занимался мотоциклом. Я в подростковом возрасте 14 до 16 лет. Потом пересел в класс 125. Занимался сам кроссом. Все равно я не участвовал. Катался для себя. Тренировал. Дядька у меня мой. Он мастер спорта. Клевцов Ярослав. Без мотоцикла жить сегодня я не представляю. А что у тебя написано? Крем? Райдерс тайм крю. Почему у тебя такая загадочная лапка? А я сам загадочный. Всем привет! Зовут меня Константин. В эндуро я попробовать решил себя в этом году. Первый мотоцикл в начале сезона был у меня Мотоленд китайский. Но что-то у нас с ним не поладилось. Съездил на соревнованиях. Вот. И утопил его. Купил другой недавно совсем Yamaha VR450F. Ну и вот, в принципе, первая поездка на нем. Попробуем. Может победим, может и нет. Что-то да выиграем. Все-таки не просто так я сюда приехал. Чуть помедленнее, чуть помедленнее ехать. Традиционно мы говорим огромное спасибо Мотовел и Серпухам за предоставление мотоцикла. Ой, сумасшедший, сумасшедший. Всем привет! Меня зовут Серега. Я уже давно катаюсь. Года, наверное, три. Первый год это было так, по катушке по Лайту. Дальше уже это было прям жесткая хардентура. Было полно мотоциклов. Прошел свой путь от русского восхода. Китай через Лифан, через Авантиз. Уже пришел к Австрии. Я думаю, что именно эта вещь позволит мне сегодня одержать блестящую победу. Вообще, конечно, нормальные люди в такую погоду дома сидят. Сейчас где-то температура минус 2, может быть 0. Смотрите, гуруль, в общем-то, он промерзший, жесткий, налить такая. Вот наша локация, она выглядит сейчас вот так вот. Смотрите, вот здесь мы сейчас будем проводить эндуро-поединок. Райдеры у нас уже загреваются и готовятся к своим просто вендеттам. Ну что, друзья мои, мы начинаем. Не забывайте ставить лайк, пишите комментарии. Погнали! Палуха, мы с тобой определили первую пару. Это Алексей Терещенко и Сергей Фомячев. Эти ребята, которые хотят между собой поспорить, как думают, какие у них шансы, кто у кого. Уверен, что Леха надерет Серегу. Леха на домашнем треке, он знает здесь каждый закоулочек. А Серега здесь был один раз и не знает трек, не прикатался. Я совершенно спокоен и я абсолютно не волнуюсь. А, ну так как я на своем домашнем треке, я просто выехал покататься. Мы видим старт, как со старта сразу же Алексей уходит вперед, выигрывая старт. Но далеко не отрывается, Сергей держится у него недалеко, ожидая его ошибки. Это такая тактика, достаточно часто применимая. И ты, когда едешь первым, чувствуешь, что у тебя за спиной звук мотора и ты слышишь его, то всегда немножечко нервничаешь. И риск допустить ошибку очень велик. Сергей, видимо, это знает, держится очень близко к Алексею. Но Алексей хладнокровно проезжает без ошибок и в итоге финиширует первым. Лохматый, как ты это? Как так? Как? Как? Он же всегда у тебя был сзади. И вот этот прессинг, он напрягает. Я почувствовал, что я выиграю с самого момента старта. Как только я прыгнул на первой горке, полетел, я понял, что я приеду первым. Ощущения лидерского лидерства, вот они возникли именно там уже. Чувство полета, когда у тебя приходят твои руки, ноги, ты просто летишь, ты ничего не делаешь. Он сам едет. Или же, когда ты сразу же чувствуешь, что что-то не так, где-то зажался, сразу упал, потерял ход и проиграл. И так, когда сразу же со старта Сергея ходит вперед, отрывается и делает себе преимущество. Видимо, он учел ошибки прошлого старта и выиграл его, оставив за спиной Алексея. И теперь Алексей ждет ошибки Сергея. Мы видим, как первый поворот Сергей проходит безошибочно, но уже после поворота в подъеме он немножечко ошибается, но ошибка его была скоротечна, он быстро исправился, Алексей не успел ей воспользоваться. Но буквально через несколько метров снова Сергей ошибается. И Алексей, казалось бы, здесь должен был воспользоваться, успеть, но немножечко неудачно выбрал траекторию для обгона. Чуть-чуть не произошло между ними столкновения и не смог воспользоваться Алексеей этой ошибкой. Снова Сергей исправился, уехал от Алексея. Остался последний финишный подъем. В подъеме Сергей безошибочно его проходит. А Алексея мы видим, на самом верху срывается колесо заднее. Это настоящая интрига, посмотрите, как ты вырвал! Я видел, что ты сделал много ошибок в передине гонки. Как, как? Как ты не догнал его, ребят? Я догнал, я вообще не врезался. Вот второй заезд, получается, что ты его проиграл. Да. Да. Вот там расскажи, почему. А вот бывает такое чувство, что ты вроде победил, а тут раз где-то совершил маленькую ошибку, у меня выскочила передача. Я не смог включить вторую передачу после первой. Я вот поэтому проиграл старт, и все. Тактика, тактика, здесь очень узкая колея, очень сложно обогнать, где-то надо объезжать, везде, рытвины, овраги. Он знает этот трек, это сыграло ему на руку, но есть один нюанс, у меня тоже есть тактика. И когда я его там прижал на пригорке, остановился, он пиндюрился мне в заднее колесо, и остался там буксовать на лысой резине. Это было на втором заезде, да? Да, когда я уже выиграл. Тактика делает свое дело в сырке. Даже в таких небольших соревнованиях, где участвуют два человека, адреналин всегда зашкаливает настоящего гонщика. Ну а у нас мешающий третий заезд, и мы, ребята, начинаем третий заезд. И это совсем не просто. Ребята зацепились прямо зубами друг за другом. Ну что же, посмотрим, кто из них приедет первым. Итак, старт третьего заезда решающего. Алексей срывается с места первым, но Сергей буквально через секунду проходит его, достигая, настигая, и Алексей находится в роли догоняющего. Он будет снова ждать ошибки и пытаться пройти, обогнать Сергея в момент ошибки. И вот поворот-разворот падает, мы видим падение, падает Сергей. Алексей проходит его по внешней траектории, но не успевает, потому что Сергей быстро встал, завелся, или даже он не заглох. И снова стартует, и снова нужно Алексею ждать ошибки. Он у него буквально висит на хвосте, не дает ему оторваться. Мы видим спуска, снова разворот, там внизу, напомню, камень лежит, камень достаточно большой, и он приносит много проблем. И вот последний подъем здесь, если ошибется Сергей, ну нет, Сергей не ошибается. Ошибается Алексей, у него снова срывается колесо заднее в букв. Ребята, это было просто потрясающе, вы огромные, молодцы, как ты упал и быстро так встал. А я такой, думаю, сейчас его обгоню. Ну зачем ты такое делал, большой вот этот разворот? Я боялся на Серегу наехать. Ну, потрясающе. Ну что, вау! Итак, вторая пара у нас, Малух, с тобой. У нас с тобой Креницын Константин. И Пенка Илья. История такая, один из них кроссмен и Константин у нас эндурист. Ну, какие ощущения? Ощущения, говорят, потрясающие. Потрясающе такое. Ать, 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 ать. Ать, 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 ать. Вот. И так, напомню, это соперничество эндуриста и кроссмена. И мы видим, как со старта сразу же вырывается Константин вперед, наращивая преимущество буквально с первых секунд заезда уже к первому своему спуску. Он отрывается на достаточно большое расстояние. Обезопасив себя, видимо, он уже слышит и понимает по звуку мотора, не преследующего его. А Илья мешкается, возможно, он прикатывается к трассе. Вот здесь, мы видим, он немножечко съезжает с траектории. И это не позволяет ему заехать ходом в первую горочку. Он не буксует на ней, теряет ход, не заезжает сразу. Потом мы уже будем немножечко себе помочь. И к спуску, и к развороту преимущество к Константину уже очень велико. И снова ошибка в следующем подъеме у Ильи. Он ее исправляет достаточно быстро, не съезжает с траектории, не теряет мегасыкл. Возвращаясь на траекторию, но Константин в это время уже очень далеко. Мы видим, что почти полкруга вперед и он. И в то время, когда еще Илья на середине. Как у тебя получилось, так его просто на целый круг почти-то обогналы. Науки индура решают. Да иди, говно китайское, поэтому вообще зацепа никакого нет. Покажи, где было тяжело. Спуск вот где-то в обратку уже вот сюда вот. Когда ты почувствовал, что его уже нет сзади? Когда ты почувствовал, что ты сильнее? Где-то на старте. На старте, да? Нет, ощущение еще было, что он где-то сзади на спуске с горы. У нас второй заезд у этих прекрасных молодых людей. Сейчас до конца наш победитель поставит точку. Либо наш побежденный молодой человек из мотокросса возьмет себя в руки и покажет, насколько он хорош. Итак, старт. И мы видим, как Илья сразу же уходит со старта вперед. Он выигрывает его и отрывается от Константина. Вот здесь вот пошатнулись эндуро-навыки. Красмен впереди. Красмен знает ток скорости. Он проходит все эти эндурные повороты. Пролетает буквально. Залетает в горочку, поворот, разворотов. И повороты, упорные повороты. Это у него они впитывают буквально с первых секунд азов. И вот он уходит в траекторию. Ошибка. Что мы видим? Он теряет траекторию. Илья снова тут тоже буксует. Скользит колесо Константина. Но он не потерял траекторию. Он прошел именно по той, где нужно. Ну, абсолютно победитель. Если бы не его ошибка, то 100% он бы, наверное, все равно выиграл. 100% он бы выиграл абсолютно, бесспорно, как бы. Но он в этом круге показал себя очень хорошо. И старт взял, как бы, и по ходу шел хорошо. Ну, и вторым тяжело ехать, конечно, когда летит грязь в лицо. Молодец, да. Сейчас я чисто случайно выиграл. Чисто на его ошибки, блин. Ты же ведь ехал первым. Как ты отдал, парень? Братан, сколько. Вообще не могу. Он носит в разные стороны. Вот если бы не эта ошибка. Ведь ощущения твои, когда ты элитер. Ответственность большая, блин. Сранить первое место. Когда ты понял, что ты сделал ошибку, я видел, что ты перестал бороться. Уже все просто забил. Ну, блин, все, он в горку не пришлось, что толкать. Потерял много времени, поэтому Константин обошел. Ну что, друзья мои, все ребята молодцы. Спасибо большое за то, что смотрите наш канал. Все в эндуро. Не забывайте подписываться, кидывать ссылочку своим друзьям, подружкам и вообще во все группы. Ставьте лайк, комментируйте, что хорошо, что плохо. Вносите свой маленький, но весомый вклад в эндуро.